Всем селей, с вами Селей СТ. Все вы помните мою распаковку этой топовой крутой модели KIDI 13. Вау, дальше KIDI 13 в расцветке MITRI. Как обычно для дорогих моделей, Nike обещает двойной зум, файлон, поддержку пятки. И так далее. Но как узнать, так ли это на самом деле? Или это просто маркетинговый ход? Конечно, мы бы могли, как обычно, испытать их на площадке, спросить у экспертов. Но есть способ получше. Мы просто возьмем этот ножичек, разрежем кроссовок и внимательно посмотрим, что там внутри. Ну а перед тем, как узнать, действительно ли здесь зум двойной, пока ты готовишь чаеху, я вам напомню результаты предыдущего теста. Киди 13. Амортизация. Десяточка. Тракция. Десяточка. Ну смотри, KIDI 10. KIDI 40 баллов. Отличные кроссовки и для игры, и для тренировки. По технологии кроссовок разрезается так. Нож втыкается в подошву в районе двойного зума. КИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИКИК Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А теперь приступим к главному Начнем сверху Внутри язычка Толстая черная резинка Вот, посмотрите какая толстая Все верно Вентиляция единственный косяк этой модели По сути ты играешь в спортивном резиновом сапоге Переходим к пятке Эта синяя пластина отвечает за поддержку голеностопа Не обманули Над пяткой вшито аж два слоя поролона Создатели помнят свой косяк в Кидзе 11 Ох, как же я тогда натер ногу Идем ниже Здесь толстая резиновая стелька Ну, она закрывает зум Поэтому пока уберем ее Продолжаем Под стелькой мы видим амортизационную систему зум Это знаменитая фишка Nike В этой модели она на всю подошву По сути это пластиковый баллон с пеной внутри Ну, как пена Она, в общем, больше напоминает вату Под зумом находится тот самый файлон В данном случае это белая плотная резина Вот видите я нажимаю зум Зум Мягкий А митсу практически не реагирует Переходим к носку Здесь нам обещали дополнительную амортизацию И действительно здесь вместо файл ставлен второй баллон зум На ощупь намного мягче Теперь понятно почему Nike Джо так хвалил их В середине подошвы файлона нет Это сделано чтобы облегчить кроссовок В скрытие показало действительно облегчены В центре подошвы также вставлена торсионная пластина Она добавлена для жесткости Ну, если честно она не такая уж и жесткая Особенно если сравнивать с пластмассовой вставкой KD15 Ну вот наша суперраспаковка подошла к концу Все технологии заявлены иначе внутри кроссовка обнаружены Ну а вы подписывайтесь на канал Всем пока! Ну с этими кроссовками все понятно Сейчас мы узнаем сможет ли мой супер нож разрезать жесткую торсионную вставку KD15 Приступаем! Так Что? Ты что обалдел что ли? Ой Елисей, ты что делаешь? Ну что? Вот Криш Зашиваем Ты что думаешь это сработает? Конечно сработает Будет даже еще лучше Как это может быть лучше? Дырочки для вентиляции появятся Субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры